приветствую вас ребятки ну что ж мы значит собирались за задание коровьи лепешки то узнать что что за хрень такая происходит да что что за хрена тень такая что коровы с неба падают давайте разбираться там вроде бы не сильно далеко поэтому добежим даже пешочком не могу перестать балдить этой локации реально блин у просто шикарно да она напоминает такую францию дал и чем-то так вот похоже на такую францию да вот 18 столетия какого-нибудь не знаю там времен д'артаньяна и трех мушкетеров что называется да и блин очень классно все это воссознанную соток солнечно-светло вот такая прям локация на вообще вроде бы как не в духе ведьмака даже полу получается да потому что конечно ведьмак это такой мрачный ведьмак да все таки как ни крути а здесь все такое светлая прям прям такое душевная до солнечная но тем не менее он до строки классно но сделано что просто даже и не обращаешь внимание что это не канонично реально до до старики это все охрененно так нам надо как-то вниз что ли спуститься я чуть не совсем понимаю по карте нам показывают чтобы как-то так или или не так или как он хочет чтобы мы шли а вот вроде бы да вот вот вроде бы вроде бы как-то так ну да все равно так все здорово сделано и я же блин просто балдежный конечно а кстати вот и кузнец на отлично мы нашли вроде бы как кузнеца смотрите вроде бы здесь до кузнец отличный 70 по идее и в гвинт можно по идее с ним поиграть правильно или я ошибаюсь братишка а у вы не очень-то похожи на каменолома это мешает тебе со мной торговать ничуть я о том что тут вы ничего полезного себе не найдете у меня все больше товар для мужиков из каменолом но если желаете взглянуть смотрите я не против блин падла в в гвинт он все-таки не играет к сожалению послушай ты всегда такой дружелюбный или сегодня с левой ноги встал нормально я встал как обычно правда на левую ногу я хромаю работал я тут когда-то в каменоломнях а как кусок скалы откололся так всю стопу мне раздробил прости глупо вышло ничего тут это часто случается такая уж работа все постоянно что нибудь ломаю лодыжки подворачивают шеи сворачивают да ну зато мужская работа в этом плане не откажешь покажи братишки свои товары свои товары что там у тебя есть ни хрена у тебя нету понятно да то есть ему только чисто продать ну что мы можем продать пожалуй турнирный доспех туссенского рыцаря потому что все это тяжелый доспех турнирные сапоги да потом вот можно еще продать ну и наверное даже все потому что это же доспехи школы кота меч тоже я не продам слишком уж он хороший до хрен его знает правда буду ли им даже пользоваться я и не скажу так что в сто процентов но продавать жалко а вот перстни можно по продавать тем более что у нас их достаточно много как видим до зачем нам столько колец правильно ребятки так ну походу это и все что я мог ему впарить судя по всему ну и ладно ну тут то какое-то еще говно у меня вот остается но тут уже все такое что у меня его не сильно-то и много поэтому не хочу рисковать хотя вот этого у нас аж 34 до толченого жемчуга вот пожалуйста можно ему штук 20 продать нет вас не будет 12 продадим до чего у нас еще до хренищего дерево 61 да можно продать ему спокойно там штук 13 хотя вы правильно вот железные руды смотри сколько у нас тоже как хотя бы штук 20 можно продать пожалуй это и все все остальное нас уже не так чтобы очень много хотя вот еще 44 аметистовой пыли о 6 штук ему продать и бабой есть да потом самое что важно и подремонтируй меня да потому что то тут тоже все подремонтируй братья шашечка на самом деле да так и у нее теперь стати опять у него бы 5 баба теперь появилась у этого ублюдка давайте выпать продавать нашу метистовую пыль тогда алмазь и утопцы мозг чудовище вернее сколько у нас этого говна смотрите вот немножко продали так и руду темного железа давайте продадим все починились и при этом еще бабла себе размутили так сделать для меня кое-что это не вариант мне пора прощай так а куда же нам куда же нам дали штопать то вот штейгер это у вас то проблема с коровами да мужики что вы несете какая еще кара просто так вот неудачно вышло давайте за работу а то если мы голову вовремя не закончим нам заказчик яйца открутит как вы значит и скажете вдове эмильена корова мол его раздавила несчастный случай это милые мои серьезные тела ага какого надо позвать или другого мастера что у вас тут случилось гляньте это же тот ведьмак что в город приехал может он и нам какие экзорцизмы почитает сносить надо сколько возьмет я видел объявление там было про какую-то корову или кару так самое настоящее боги должно быть совсем озверели потому как в зерикании сперва шел дождь из саранчи а потом уже из лягушек а у нас сразу по людям коровами херачат ладно тебе ладно нечего панику сеять пойдите сюда мастер ведьмак я вам все спокойно объясню что и говорить дело дрянь надо же корову раздавила жалко эмилье добрый был работник я им сразу сказал наверняка всему есть простое объяснение они метал дычат мол божья кара давай доплачивай за сложные условия но сами понимаете разорят меня паскуды значит мне надо понять почему с неба упала корова так ну и это тоже корове стерва убирать не стали так на втором карьере какое-то говно завелось страх туда заглядывать ничего странно что за корова была откуда неясно ну а обычная пестрое ничего особого во втором карьере лежит воняем а эмильен прямо под ней так что вы заказ то брать будете или как поговорила наградишь да что вы тут собственно делаете чем вы тут занимаетесь делаем статую пророка лебеды значится не всю сразу а так по кусочкам тут объявился богобоязненный заказчик и считай через 50 лет заново запустил строительство подрядил все каменоломни в округе и все бы шло по плану если бы не это происшествие я вас прошу мастер займетесь этим мне нужно разузнать побольше об этом деле кто-нибудь видел что произошло нет но шум слышали остерф как раз пошел к эмильену глянуть как у него дела а тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет а через минуту еще что-то об этот кран приложилось но об кран то явно не корова билась должно быть нет мы по-всякому хотели с утра посмотреть что там как только нас это паскуда прогнала ну вот с тех пор работа и стоит так что не конетельтесь а скажите беретесь за работу о да поговорим о награде кстати вот тот момент от ведьмаке отдал тварь его мата не поставляли в диалоге и с одной стороны это не очень прикольно но с другой стороны вот согласитесь не так было бы смешно без этих вот парочки матюков которые вставляют прежде чем я решу поговорим о вознаграждении давайте поторгуемся сколько так он хочет 300 давайте хоть 300 330 до каждому будь по вашему только это крайняя цена без всяких там чаевых ясно так я проверю может здесь поврежденный портал не думаю награди вас святой лебеда детишками буду ждать вашего возвращения осмотреть тушу коровы и тело работника и согласитесь до чего интересный квест то есть вот реально интересно что что он такое почему падают коровы правильно это ведь реально реально интересно и каменоломни выполнена как вас на бы вообще жить кровь и вином блин пока что я просто в восторге в полном конечно так они хотят чтобы вот как-то так по ходу шли наверх нара подняться как-то до охранник работник с собой тунеядцы и прочие уважаемые лица до граждане алкоголики тунеядцы а кстати тут еще ждать где-то неподалеку смотрите есть еще это доска объявлений кстати раз доска объявлений есть то может быть и таверна где-то неподалеку правильно как правило что к но и есть но давайте сперва уже осмотрим тело а у нас там гули 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 га-ха-ха братишка от кровопотери помер будем ус какая классная а это аль гуля не гуля а кайф да и музыка тут очень прикольная вот во время сражений мне нравится давайте сначала гули обшмана м.д. так а теперь что у нас тут это значит тот имелье на котором говорили работники бедолага чего бы начать давай сама перо раздавлен большим весом основание черепа сломано свежие следы зубов труповеды они его подрали уже после смерти на трупе больше смотреть нечего часть ткани раздавлены она явно упала с большой высоты прикиньте какой там бздон стоит до распоротые брюхо крови не так много значит это произошло после смерти сердце уже не нагнетала кровь следы зубов на небольших труповеды ясное дело тут же сбежались на добычу глубокие раны от когтей расстояние между когтями как у драконида может виверна но смерть вызвали не эти раны все ясно корова убилась после падения с высоты когда ее упустил какой-то драконит наверно молодой нес корову в гнездо она оказалась слишком тяжелой а эмильен по несчастью как раз стоял внизу теперь еще этот кран а что кран используя начнем понять почему поврежден кран ну но если бы это всего лишь из-за драконида то это как слишком просто я думаю что вы согласитесь да то есть если кажется что вот реально такая хрень что просто типа виверна какая-то несла корову и упустила прямо на этого чувака то блин но это будет не очень круто нет вот столб объявление но здесь явно таверной и не пахнет а тут вообще объявление все обычные насколько я понимаю но давайте прочтем внимание купцы и купцы которые отправляются на восток пусть обходят стороной чертовы ворота по-хорошему вам советую только по счастливой случайности я унес оттуда ноги не могу то можно сказать о товаре который я вез с собой умер людовик дешамп вчера незадолго до полудня перестала биться сердце вашего дорогого отца мужа и брата старшего мастера каменоломни арда и за бдение у тела людовика дешампа продлится до утра после чего он будет похоронен на кладбище за стенами просим не приносить соболезнования скорбящая семья философ-политолог ищет единомышленников ищу место где я мог бы прочесть свою лекцию под названием бестия как метафора монархии руфус вар в рейн приглашение на день рождения каждого кто хочет со мной выпить приглашаю в корчму куралиск дня восемнадцатого сего месяца тогда мне исполнится ровно 40 лет предупреждаю что не плачу ни за вино ни за еду от подарков не откажусь виктор да вы знаете какой то есть чувак хочет побухать на халяву да не платит ни за вино ни за еду и еще и от подарков не откажется нифига себе пропал сын мой 14-летний сын мать из он не возвращается домой уже десять дней боюсь как бы он не стал оруженосцем какого-нибудь странствующего рыцаря и не отправился с ним по белому свету если кто знает что с ним деятся пусть даст и мне знать амелия босс мать объявление скупаем странного вида камни подробности у автора факультет натур философии имперской академии а ну вот скупают странного рода камня у нас есть там помните какие-то камушки которые типа как археологические наверное это то оно и есть скорее всего давайте огурчики покушаем щас чтобы восстановить здоровье но правда почему сломан кран правильно с коровой допустим понятно там допустим нес ее там какой-нибудь там тот же вивер на там до драконит как говорит сам геральт ну а кран то почему поломался тут уже все не так просто с этого шахта здорово или нет не просто интересно вообще пойти потом можно будет чисто по приколу а нет по ходу это и все да ну да к сожалению особо здесь не побродишь но сундучок есть тупая метеоритная секира интересно по дерево грибы о ремонтные наборы кстати хорошие вещи тут в шахте да ты смотри нельзя решили побродить так теперь осмотрим кран как его там чего осматривать братишка выше он хочет быстрее выше сильнее каще выше то обороты браток подымай справедливо сюда ты хочешь я так понимаю да что еще выше так а что ты не хочешь подняться вот а вот вижу блять да не падай братан не надо падать ага блин неудобно так а ну смотри смотри о должно быть драконит крепко тут приложился наверное он упустил корову его мотнуло в воздухе вот он поранился и к лучшему тем легче будет его выследить использовать бачу чё надип а ты блин вот этот квест меня как-то знаете разочаровал потому что я когда брал этот квест коровью лепешки я реально думал что будет что-нибудь наподобие знаете что там какой-то маг какие-то эксперименты проводил или все тот же портал сломанный как герат предположил да это было бы реально круто и забавно а в итоге просто ну все довольно таки просто оказалось да то есть просто какой-то там придурок его нес не выдержал упустил и нам надо его опять таки выследить и уничтожить драконида едва заметные я на верном пути то есть да развязка оказалась ну как по мне не очень прикольная во всяком случае так сюда да и опять под этим красному пятнышку идти блин как я ненавижу эти моменты с красными пятнышками вы уже и так на все знаете конечно это правда так вот просто ненавижу потому что их очень часто еще трудно разглядеть реально бывает такая хрень то что где там это пятнышко запрячется ты попробую его увидеть да и и я же ладно если бы это редко было бы до выходит рано было серьезнее чем я предполагал так можно уже и помер там от кровопотери а пока мы его найдем столько кровища напустил да в первый раз это она прикольно а потом когда ты уже просто раз за разом это проделываешь одну и ту же хрень до выслеживаешь кого-то по этим красным пятнышкам то нужно даже надоедать начинает реально вот еще пятнышко вот вот кто такие скорее всего драгонит на полноместную винах блин а этих нельцы крепкие ребята она их классно убивать ардом да как видим братки так там еще один кушает да ой блять я хотел ардом взрывайся ага все да кстати мы уровень подняли оказывается я что так сейчас обратил внимание ну давайте дальше их не прокачивать что еще да нам нужно еще два очка и мы сможем шоковую волну наконец-то выучить а отлично о картофель тут у них был нифига себе покушать то блин тут картофана вообще как говна так как записка давайте потом прочтем сначала давайте все потырим да так вот бочка еще пять махакамский спирт блин тут картофана вообще за груши блин а ты смотри бухло так ладно записку возьмем теперь записки самогонщика ух нихрена себе тут читать ребятки и тогда я сказал министру тримбле что по моему мнению долина санк санк сетур с ее винами уж слишком разрекламирована а с с тех пор как оно поступило в массовое производство пока переименовать в вид и т.д. и т.п. потому что лучшие его годы уже безвозвратно ушли он мне на это говорит что я прав и что сам он всегда более ценил код де блессюр он также нехотя признался что по правде ценит это вино даже выше сангреаля который досточтимая княгиня иногда доставляет к столу самому близкому своему кругу и я как последний идиот поддержал этот разговор и признался что каждый раз когда мне доводится пригубить сангреаль приходится выжать рюмочку ржаной водочки чтобы избавиться от пакостного привкуса во рту ну пьян я был что ж поделать и получается что я переоценил свое положение при дворе потому что хватило одного слова трембле на ушко княгини и я мигом очутился на улице а на место княжеского хранителя вернулся бенуа над которым некогда смеялся весь двор после известного скандала с баронскими дочками Никой и Килиной что ж мне было делать пришлось переключиться на изготовление и употребление самогона потому что именно он всегда был моей страстью но эта записка нам ведь ничего не дала вот что странно ну вот какая-то хрень еще есть да давайте посмотрим блять так о еще какая-то бочечка сливы блять нашли ты смотри тут столько всяких разных фруктов кстати говоря зараза объеденное тело следы огня это неверно ослиск должна быть только они дышат огнем ящер да в бестиаре кстати опять таки новый монстр мне что очень радует в этой кровь и вино то что тут куча разных новых видов монстров да некоторые из первой части некоторые вообще именно из книги да вот как сейчас этот ослицк он только в книге был он помню в какой части его не было понятно понятно картечь масса против драконидов арт и квен ясно ой чё я нажал блин не то он приземлился на крышу вина курни пошумел немного и потом полетел дальше это духа мне еще за похоже он слишком устал чтобы лететь дальше пошел пешочком да да духа мне еще последует он еле ногами шевелил последует его фуфи войти а тут приземлился второй драконид побольше подождал пока маленькому станет лучше и они полетели вместе и будет легко выследить у того что поменьше по прежнему шла кровь ящер матриарх так их еще и двое ни хрена себе ребятки это это уже блин грудненько с двумя сразу драться да ой так выследить там же надо долбоебов что-то я совсем про забыл вот да значит они летели вдвоем наверное возвращались в гнездо ну картечь у нас есть масло против драконидов есть так что мы к бою готовы что уже здесь след обрывается но бьюсь об заклад что там наверху у них гнезда то что там биться об заклад братишка когда оно прям видно что они там уже летают а ух ё а что ж давайте подготовимся пожалуй да давайте-ка мы сразу наверное наше маслецо намажем улучшенное масло против драконидов так ой бомбы блин я че совсем блин я совсем не восстановил наши бомбы а че я протекал то так до сих пор мы этим не занялись почему то да так обычную картечь надо выбросить я уже выбрасываю не знаю сколько времени так зачем у нас улучшенный северный ветер и давайте тогда отличную картечь мастерскую картечь да потому что горят что против них картечь хорошо работает хотя вообще по-моему танцующая звезда то ведь на самом деле неплохо поджигает этих звероящеров что называется да насколько я помню да ой не то давайте лучше в этот какой-нибудь слот хорошо я же поджигал там разных вот этих вот драконидов помните там реально были неплохие результаты от этого прям скажем так где тут чего тут вот так вот да да местность суперская конечно но одного только пока что видим а нет таки двое самка и самец да красивые кстати да ребята белые такие блядь блядь бля бля у меня сейчас ебнет ребятки ой огнем дышит да ты смотри да самка поопаснее конечно блядь ты смотришь и творят а вот давай 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 так это раненая у меня ебанули ребятки прицать здорово да вот сейчас мы не пользуемся квеном уровень как раз наш там 38 39 и при этом сражение сложная да то есть не так как допустим мы деремся с теми же архи грифонами вспомните да там или там какие-нибудь там виверными которых мы часто встречали да там в оригинале то есть ты его в тупую закликиваешь вообще без проблем убиваешь то есть блин у капец утопцы на убить сложнее получается да вот здесь вот реально как бы нифига себе значит приходится попотеть давайте даже эту бомбу нора возьмем давай давай о мы его приборозили ой прыгай бортом ой так походу на таких картечь взять за чуваки замести этого северного ветра ухи а да непростые эти ослиски конечно и же вот это вот как по мне не хватало оригиналу ведьмака чтобы сражение с заказными чудовищами да там какие-нибудь необычными типа тех же грифонов и или вот этих вот ребята чтобы они были реально сложными и запоминающимися вот мастерская картечь давайте-ка говорят что у них картечь и плохо относится давай 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 вот тут место силы кстати говоря ребята зашибись ни хера себе что творит ёбану вроде ну давай давай блин красота то какая да местность вообще суперская долго ты летать будешь карлсон блядь 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 ... так где-то дож вторая бомба Ага. Летает Карлсон, а? А что я провазал там сейчас? Блядь, ни хера себе. У меня уже токсичность скоро будет запредельный. Да, у меня уже токсичность скоро будет запредельная, ребятки. Покончим с этим. В хера себе фаерболом кидает, да? Так, чуваки, пора пить белый мед. Блядь, я что-то с ними вообще не справляюсь. Охереть можно, а? Какие у меня там еще бомбы остались? Северный ветер, давайте. Отличный. Самая лунная пыль. Чёртов, гриб тоже не вариант. Хорошо. Ты сынокосле и сбросился на помощь. Сынокосле и сбросился на помощь. Падло такое, а? Блядь, они что творят, а? Заебали, а? Бомбардировщики настоящие. Ну, нам главное самку завалить. Это понятно, да. О, всё, самку завалили, чуваки. Осталось только раненого придурка завалить. Ласточка, что-то так медленно восстанавливает здоровье. Это капец. Если честно. Давай, давай, лети, лети сюда. Я ему конец. Он больно живущий, честно говоря. Давай, блядь, иди сюда, фуфел. Опять полетел Карлсона. Промазал, блядь. Ну ладно, пора забрать трофей. Это было охуенно. Так. Второй, где вот это? Крыло чудовища. Большой глиф и гни, большой красный мутаген. Далее, кстати, мы уже находились, что этот меч и трофей Ослиза. Да, вот реально было классно было сражение, да? Двое сразу, причём реально с ними тяжело. Они и фаерболы эти кидают, и глушат тебя, и подловить их сложно. Они очень ловкие, быстрые, да? Начинаешь бить, максимум успеваешь там удара два сделать. То есть, просто песня, конечно, в этом плане. Опять искусственные зубы мы нашли. Уже не впервой, да? Давайте теперь опять нашу жратву поставим на место, да? Замес белого мёда. Так, и бомба замес картечи, танцующая звезда. Они с дома, значит, уничтожили. Хорошо. А тут ещё где-то вместо силы, они говорят, да? Тут к нему понять, где, если честно. Тоже показывают, что вот прям здесь. Мы сейчас прямо у него... А, тут где-то вход, тут где-то пещера. Это, конечно, в пещере, это вместо силы, да? Пергамент, чернильница, флорены. Доллары никогда не помешают, правильно, ребят? Кстати, часок помедитировать не помешает. Нам бы, кстати, вместо силы найти было бы очень здорово, на самом деле. Хочу уже, наконец-то, арт до конца прокачать. Скажите, что такое? Красным светится. О, Грифона. Рапорт капитана Фибораса. Ой, случайно нажал. Ну ладно. Что мы находим? Вот, да, вот, на Грифона, до спихи, на медведя, блядь, а на нашего котика никак что-то найти не можем. А как этого братишка обыскать? О, краснолюзские инструменты броника, Ори Хаук, ни хрена себе. Такие вещи интересные понаходили. Так, а где же тут это вход? Ребята, я хочу это место силой найти. Вот, написано, кто же, кто где-то здесь. Да, очень мне хочется найти место силы. Кстати, а у химии мы ничего сделать не можем, я так понимаю. Мы же там просто столько ингредиентов всяких понаходили. Это для задания. Да нет, вот видите, нам нужен желудокуролиска. Я что-то никак его не могу найти. Отвар из куролиска, суккуба. Да. А, хотя, кстати, рассмотрите, отличный гром мы можем сделать. Нам нужен квибрит и белая чайка. Другой вопрос, что я просто его не особо-то пользуюсь, да? Ну давайте даже сделаем. Значит, нам нужен квибрит. А, мы не можем сделать квибрит. А, опять-таки, белая чайка нужна. Давайте, значит, парочку белых чайк сделаем. Раз. Два. Делаем квибрит. И теперь давайте сделаем отличный гром. Ну да, просто что я ими не пользуюсь, честно говоря. Тут нам что нужно? Белая чайка и, опять-таки, квибрит. Так. А, квибрит надо еще сделать, я забыл, блин. Квибрит, квибрит, квибрит. Где-то есть. Так, вот квибрит. Так. И делаем отличное полнолуние. Увеличит максимальный уровень здоровья. Действует дольше. Ага. То есть, да, мы-то, типа, зелья поделали, но я же просто, скорее всего, что мы ими-то пользоваться-то не будем, потому что я, честно говоря, как-то... Есть у меня какие-то определенные зелья, которые, как мои основные, да, а остальные я же даже, в принципе-то, и не пользуюсь. Так, одешь вход в этот вход, непонятно. Не хочется ж разбиться, пока будем его искать, да? Ну да, вот как сейчас, к примеру. А, вот, да? Или что? Да нет, тут тупик. Блядь. Вот, не люблю такие моменты, когда где-то есть вход, только хуй поймешь, как в него войти-то, честно говоря, да? Вообще, по карте похоже, что он все-таки должен быть здесь, но тут нихрена нету. Ну да. Блин, беда. Блин, а? Где ж ты, вход, да? А, во-во-во. А, во-во, да, во. Только давайте-ка мы, наверное, сохранимся перед тем, как туда идти, а то хрен его знает, что там будет, да? Магия, это место силы. Хотя нет, тут только место силы и было. Все, получили мы одну очку умений. Ну что, будем дальше их не прокачивать, что еще, да? О, вот, теперь мы можем наконец-то-то... А, не, еще одно очко нам нужно для открытия, ага. И сможем мы наконец-то уже наш арт прокачивать. Хорошо. Блядь, какая красота. Просто посмотрите на это, ребят, да? Блин, вообще, вот до этого, наверное, с Келлиги у меня была любимая локация, но теперь это точно будет Тусент. Очень красиво, вообще. У тебя две горы классные, да, вдалеке. Такая как расщелина. Ну ладно, так вот, она надо возвращаться. Где там наше это задание? Коровьи лепешки, да. Осталось только награду получить. А как бы нам это сделать? Бляха, это нам пешком, что ли, придется туда переться? Да, нет никого, столба рядышком, ты смотри, а. Беда. Самая настоящая беда, ребятки, да. Давайте, наверное, платвичку таки подзовем, потому что... Ну да, пешком просто я буду туда очень долго и нужно добираться, это 100%. Давай, платвичка, погнали. Вот они в дополнениях исправили косяки, которые были у них в оригинале. Вот какое мое мнение, что называется, да. То есть бои с разными чудовищами стали куда интереснее и куда хардкорнее, да. Квесты более такие проделанные, что называется, да. Сама локация очень классная, тебе интересно ее исследовать, то есть, блин, здорово. Все очень здорово, конечно, все очень радует. Блин, капец, мы нашу лошадку прокачали, смотрите, как долго можем галопом скачать, вообще без проблем, да. Отдохни. Так, как нам только этого придурка сейчас еще найти. Ой, кузнец, кстати, нам, наверное, не помешать. Так, кстати, мы что какой-то меч далее нашли, это такой же самый, как у нас что ли тот был, да? А, не, это Амия, вот далее. Тоже серебряный, а, его мы продадим, потому что это, ну да, это херня, его мы продадим. То есть надо будет потом сбегать к нашему кузнецу-кузнечику. А где-то, братишка, тут-то? О! И что? Выяснили, что с коровой-то? Возвращайтесь к работе. Никакое-то не проклятие и не кара. Так и я с самого начала о том же говорю. Как камень с души свалился? В чем дело-то было? Молодой ослеск, пролетая над каменоломней, упустил добычу, которую нес матери и братьям. Я сжег их яйца. Так что, больше вы о них не услышите. За предусмотрительность хвалю, но, как и сказал, больше вам заплатить не смогу, потому как нечем. Вот вам, держите-ка. И спасибо, мастер. 330. Каждому. Даже 331 мы срубили, как видим. Значится, все прояснилось. Никакие боги на нас кары не нацелали, а был просто дракон. Но теперь и его нет. Эмильеновой вдове компенсацию заплатим. Чего вы еще ждете? Живо, живо! А мне кажется, тут все равно что-то странное творится. Строители, что памятник складывают, где они? Уже три дня как должны были до нас добраться, а что-то вардаиза так и не появились. Может, их тоже что-то раздавило? Или сожрало? О! Саранча, небось! Как в Зерикании! Что вы мне тут за бред несете? Архитектор писал, что у них большой транспорт мрамора из Митины на бороду пророка. Так что они опоздают на неделю. Все, хорош болтать за работу! Позвольте, я вас провожу, мастер. Так я хотел еще в Кузнесу зайти-то, еб ты. По правде-то я соврал, чтобы они тут снова не запаниковали. Но рабочие и правда куда-то запропали. Зайдите ко мне позже, я вам объясню подробнее. А, еще один квест будет на эту каменоломню. Ни хрена себе. Поговорить с бригадиром каменоломни Ордазио. У короля лепешки мы прошли. Я предлагаю сейчас натуре зайти в Кузнесу. По стопам пророка лебеды. Ксидай, это, по-моему, впервые такой случай в Ведьмаке, когда... Когда мы уже даже прошли какой-то один квест, но есть еще один, да? То есть обычно сюда на одного чувака один квест, а здесь прямо такие чуть ли не линейка квестов получаются, да? Круто. А у него же денег нет ни хрена, я совсем забыл. Давай меня ремонтируй, братишка, да? Починить. Как что такое? Нет, офицер нам не надо, дали нам тоже не надо, и это нам тоже не надо. Блин, такой вот денег ни хрена нету, да? Блин, починить-то он починил, купить, что у нас ничего не купит. На свои гроши, что называется. Вот это что, штаны, штаны, даже штаны не купит, блядь, да заебал, а? И далее он хер, блин, у него денег ни на что не хватает, нищебродина, ну ладно. Мне пора. Что ж поделаешь. С весом у нас вроде бы проблем же нету особых, да? 130, ну да, в принципе, с весом у нас все нормально, то есть перетерпим, как-то что называется. Этот неудобняк, а там где-то уже потом найдем торговца, и все будет путем. Давайте, может быть, сразу у него уже возьмем этот квест еще в этом выпуске, да? Все-таки интересно, что ж там за дело-то такое, да? Ну так как, мастер? Поищите пропавших работников. Они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. Дюжина телег приехала, опять по дороге потерялись. Там инструменты, провизия, материалы, и прежде всего специалисты, включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтоб присылал новые планы, а мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас, вардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал. Я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер! Не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих пяти телег просто работу не закончим. Нифига себе, по следам Святого Лебеды. На вашей карте с значком в таком-то обозначенном местах, где застряли транспорт и с материалами для работы над статуей Святого Лебеды, и где находятся инженеры с ответственными за строительство. Помогайте рабочим и наблюдайте, как благодаря вам создаётся одно из чудес света. Круто! То есть, до чего круто, да? То есть, ты, типа, влияешь на строительство типа статуи, да? То есть, на строительство очередного чудо света. То есть, вообще прикольно, да? Проходя квесты. Меняешь мир, что называется. К лучшему. К красоте помогаешь. Блин, реально круто сделали. Очень здорово. Ну что ж, тогда будем, пожалуй, этим заниматься в следующем выпуске, да? Побегаем по этим интересным местам, которых вот тут ещё раз, два, три, четыре, пять, да? Тут только рядышком, да? Будем эти статуи лебеды. Застрявший транспорт выискивать. Кстати, хочу ты это застрявший транспорт найти, не могу. Этих статуи вообще не видно. Забавный момент. Рядо, зацените, сколько мы карту крутим, я этой хрени не вижу. А вот оно тут показано, походу, да? А, ну да, вот, видите, вот. Да, вот, раз, два, то есть они показаны такими значками, я понял. Блин, локации реально, чуваки, здоровые. Я чувствую, что на очень долго затянется у нас это прохождение крови и вино. Ну и здорово, здорово. Почему бы и нет? Пока что всё очень нравится, пока что всё очень-очень классно. Я вам, как всегда, ребятки, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.